Тили-тили-тили-тили-тили-ли-ли-ли. Ну что, прошла открытая консультация? Устала? Нет, я не устала. Я даже еще, наверное, нахожусь в ней. Еще? Еще, да. Много чего можно было бы сказать, но не нужно. Просто чувства еще остались. у меня сегодня спросили что вы чувствуете когда вы вытащили с того света человека очередного человека вот какие чувства при этом вот какие чувства ты при этом испытываешь спокойно абсолютно вот у меня тоже просто течет жизнь жизнь но у человека есть теперь выбор опять обосраться и загадить очередную жизнь болезни либо выжить и не жить как человек включиться и стать человеком и это выбор знаешь это как будто бог тебе подарил вторую жизнь в этом теле но ты знаешь врачи что же так дарят жизни людям а кто после них пользуется этим это мы когда дарим там у человека уже пушек засунули на лист головой в унитаз достали оттуда помыли там его и говорим смотри где ты как ты и зачем ты и человек после этого немножко мозг все-таки включает а медицина же так не говорит медицина но вылечили благодарности брать нельзя это в нашей стране считается взяткой и все идите пробуйте жить здоровым ешьте таблетки главное главное чтоб человек сейчас как сказать так продолжил нет не нагадил зина да именно именно не нагадил сну осознал вкус жизни осознал рождение жизни заново или вход жизни заново то есть вот эта ценность жизни мозгу цена жизни ты знаешь но ведь для этого человеку надо проявить силу человеку надо мало то что измениться ему надо стать сильнее у него надо открыть внутри вот этот ресурс если человек слаб тон слаб и ты знаешь что для меня является показателем силы сейчас буду говорить банальные вещи я сегодня думала на эту тему мне сегодня завалили в письменном виде благодарности реально я там какие-то вещи выбросила в инстаграм потому что на сайт мне некогда размещать на пупе это дело просто благодарности очень благодарности очень много никогда но ты знаешь что меня на самом деле я зависла сегодня была над вопросом и немножко обескураживает помнишь мы тогда стебались когда здесь сидели когда расставляли все наши эти вещи в студии и мы говорили о том что классно если люди будут записывать видео это будет присылать благодарности в виде видео в виде видео да да и на самом деле мы даже под это дело нам тут же татьяна и прислала вот эту свою как она использует инфодайвинг и мы так посмеялись посмеялись ну давай запустим давай и смотри и с тех пор ни один человек не прислал на видео вот как отрубила до это кстати присылали и даже у нас заставки на канале это все из благодарности сделали сделали сделаны ребят которые сами все есть да а потом резко резко испуг такой и только благодарность в виде письма и только письма пошли то есть причем письма которые стараются и пишутся очень очень тщательно они большие то есть в скрин когда делаешь это влазит одна десятая сочек кусочек а на самом деле письма огромное и кстати даже наверное ребятам и обидно что я их не публикую а у меня все время изумление смотри когда человек снимает благодарность на видео вот для этого надо проявить силу да это все есть я помню как я снимала первое свои видео где там что-то рассказывала там есть 10 роликов полный пуг бай и они по фразе написаны то есть не было вот этого потока как я щас спокойно говорю потому что я смотрела на себя ой мне здесь не нравилось как я улыбаюсь а я здесь мне не нравится как я ужимаюсь а я здесь слова не так сказала здесь я поменяла слова местами то есть это все не любовь к себе не принятие себя не искренность с собой не открытость по отношению к себе страх проявиться страх проявиться сколько ты работала над тем страхом чтобы говорить чтобы проявляться но мы это убрали мы убрали это перед камерой и камера реально в этом вопросе очень сильно помогает а теперь смотри человек который говорит ну все я вылечился я там стал таким я стал другим и так далее а он не может это сделать на камеру почему что он врет себе ну что вот этой силы нету это страх проявиться страх быть открытым страх быть искренним стал быть самим собой и камера здесь просто как лакмусовая бумажка вид смотри дорогой смотри вот она вот она твою говно а вот и вот эти вещи меня на самом деле очень сильно удивляет потому что понимаешь я понимаю что например когда тебе там стояли красную волчанку и потом это все трансформировалась 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 и ушло и ничего не подтвердилось и да и выводишь здоровым да да сделай видео это же твоя тема да это же интересная тема плюс как ты работаешь что ты делаешь там какие-то вещи свои отзывы но если осталась не любовь к себе то сколько ты носик не припудривай сколько ты латочку на жопу не приклеивай жопа останется жопой и ничего не изменится и поэтому вот мы тогда ржали а в смехе много чего рождается полезного а мы в точку тогда врубили вот она она видно она лезет я из-под тишка слава богу уже пишет тоже первый шаг не это уже хорошо что человек пишет да искренне пишет такой пусть даже большие пусть пытается старается длинные дописали не потому что пишут стараются писать искренне да а ключ стараются на борьбе но искренне стараются да да и это уже хорошо а вот если видео человек даже просто вот попробовав записать благодарность виде видео он почувствовал бы какая знаешь как сила до проявление себя и эту силу почувствует да даже если человек запишет просто благодарна самому себе на видео и не отправит нам и мы ее не выложим даже это останется и мной самому для того и он понял как он себя не любит как он себя как он себе не благодарен как он себе брешет и соответственно и нам когда он пишет про любовь к себе про все остальное лакмусовая бумажка и не обманешь вот я сегодня думал на эту тему мне на самом деле внутри было весело потому что понимаю что когда мы работаем мы ведь это все дерьмо из человека вытряхиваем вот реально выворачиваем и вытряхиваем посмотри особенно вот последние консультации которые нас крайне тяжелые тут когда действительно там из-за черты человека вывели это впервые кстати когда из-за черты мы вывели человека все человек умер человек умер уже все его сознание ушло она уже создавала новое тело и вариантов возвращения из-за черты в принципе нигде в экстрасенсорике нет это первый случай в книге у нас описан случай когда у нас так и не получилось вернуть человек это первый случай когда мы его вернули уже из-за черты и понимаешь и при этом я понимаю, что мы работаем с такими сложными моментами, с такими сложными историями и вытряхиваем это все из человека. А человек сам у себя не трясет ничего. Он потом задним числом что-то нам пишет. Пускай благодарность. Даже вот каждый день пишет благодарности. Вот как с этим мужчиной, например. Каждый день идет благодарность. Просто невероятное количество вот этих писем. Ну, приятно. Спасибо большое, что пишут. Но я понимаю, что этот процесс идет в человеке. Он взрывает человека. Человек использует ручку, бумагу или компьютер. И он это все набирает. И это все искренне идет. Я эту искренность чувствую, вижу все. Но я понимаю, что вот эта вот часть отсутствует, потому что нет любви к себе. И ты ее ничем не заменишь. Пока ты не принял свое тело, ничего не будет. Пока ты не принял себя. Пока ты не принял себя, ничего не будет. Вот оно. А на видео, особенно когда, если оно идет в публичный доступ. Вау! Вот оно, вся нелюбовь. Вот запиши просто видео для себя, как ты себя благодаришь. Посмотри. И сколько ты в себе косяков увидишь. И тут не так смотрю, и тут не так бедусь. И знаешь, да. И знаешь, даже для себя, вот я сейчас просто почувствовала, как человек это делает. Даже для себя записав видео, ему будет, казалось бы, для себя, да, записать. Вот именно видео записывать. Процесс записывания для себя нормально воспринимается. А вот дальше просмотреть, прослушать, будет стараться не делать этого. То есть это тоже ступеньки. Это тоже ступеньки. Еще прослушать себя, еще прослушать себя. А на самом деле это поступенное движение к себе и возвращение ценности себя, силы себя. Смотри. Вот мы проводим вопрос-ответ, например. Или там проводим какой-то стрим. И потом я иду гулять. Я беру с собой наушники, и я полностью переслушиваю, что я говорила. И когда я переслушиваю, что я говорила, я всегда переслушиваю, что я говорила, очень часто я отношусь к этому. О, она это говорила. О, классно, да. И мало того, что нет осуждения, что я там не в той одежде была, что я там волосы не так уложила, что я там не на ту мебель села или еще что-то. У меня вообще на эту тему нету вариантов, что что-то не так. У меня это укатано. Если мне надо сесть под берозку, я сяду под берозку. И мне абсолютно все будет по барабану. Мне интересно содержание, да. И когда я слушаю содержание, у меня идет еще углубление в тему. Она еще более раскрывается яркими красками. Вот оно. И нету вариантов, что я себя там где-то осуждаю или отбиваю, или еще что-то. Есть еще углубление в ту тему, которая интересна. Вот так интересы развиваются. Да, и есть и мой интерес. Да, я и мой интерес. Я углубляю свой интерес любыми методами, любыми способами. Но для того, чтобы я могла расширить свой интерес, я должна быть интересна сама себе. И первое – это принятие самого себя. Если у меня нет принятия самого себя, то я не могу расширить свой интерес. Без вариантов. Да. И тогда мой интерес, он будет страдать от того, что я не принимаю себя, не люблю себя. Казалось бы, не связанные вещи. Как раз-то связанные. Интересен – это весь мой внутренний мир. Да. Мой интерес не будет принимать… Просто не будет интереса. Будет интерес подменен на любое что-то. Тогда я это делаю для кого-то. Для кого-то, да. Я это делаю для себя. Распыление, да. И тогда я должна вам угодить, я должна вас обслужить, я должна вам что-то сделать и довести. Играть, играть, театр пошел. И так далее. Театр пошел. Вот тут театр. Нет искренности. Тогда театр. И ты становишься актрисой погорелого театра. Вот она разница. Огромная разница. Быть актрисой погорелого театра или принять себя со всеми потрохами. И казалось бы, а ты по-прежнему будешь сидеть за тем же столом или под той же бероской? И ты будешь делать все то же самое, что ты делал? Внешне – это одно и то же. Кстати, как одно и то же. Гипноз и инфодайвинг. Внешне. Сидит один, разговаривает с другим. Да, да, да. А суть при этом разная. И формула работы при этом диаметрально разная. Там вдвоем, а здесь втроем. Да. Все. И это невероятно. Это, конечно, невероятно. И, ну, видишь, все эти вещи очевидны нам, когда мы, ну, каждый день работаешь с людьми, каждый день вот вскрываешь что-то новое, потрашиваешь. И действительно очень сложные случаи разбираешь. Мне вообще сейчас очень интересно. Вот последние консультации, я просто тащусь от них. Я тащусь от сложности, от глубины. От глубины. Они все, они все очень глубокие сейчас. Сейчас. И для нас они глубокие. Даже для нас. Они каждый раз открывают новое-новое знание. И они все больше, у нас все больше, все быстрее проявляются результаты. То есть я продолжаю ржать с пальцем ко лбу, скоро научимся. Но я знаю теперь, что под пальцем ко лбу будет лежать. Какой путь развития будет лежать до вот этого восприятия. Это очень интересно. И я постоянно, вот мы разговариваем, или консультация, после консультации, я все время где-то. То есть мне интересно, я все время чувствую, чувствую. Вот, как иммунитет, да. Кстати, вот прощуп. Ну, то есть вот постоянно вот чувствую прям вот это состояние. А у меня все время интересно, 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 интересно создать, интересно попробовать. А давай вот это сделаем и посмотрим, как это проявится. Давай вот это, давай вот этот отживчик постоянный. А у меня прям я чувствую, я сразу так раз, раз чувствую, чувствовать. интерес именно в чувстве у тебя интерес он как через чувство как через сито идет а у меня интерес что сделать как . по внешнем мире для того чтобы вот выстроилась вот это изменение а вот это что мы будем проделывать тут чтобы изменить а у меня сразу оценка то есть такой как этот оценка прощупывание вот сразу мгновенная накрываю возможности и и что как это объяснить мешает что не миш то есть вот у меня сразу вот это накрывает как знаешь как сперматозоид яйцеклетка вот она будет я как лицеклетка даже вот событие которое с нами происходит последние дни да я когда смотрю я понимаю все полностью суда до роста до садись записывай вот сегодня создаю это вот я это прожила абсолютно создает и проживаю все абсолютно все создаем мы сами вот вообще просто мне ну я это знаю понимаешь уже даже не просто знание уже он целенаправленно да просто целенаправленно я когда здесь движуха увидела да у меня просто смех накрыл я понимаю вот она подождите это же должно было быть в двадцать третьем году нет нет она уже уже пахе нет это все работа нашего сознания это невероятно какая кайфовая жизнь да и это возможно только тогда ты когда ты полностью с потрохами принял себя таким какой ты есть принял свое тело принял свою жизнь принял себя в любви к себе до осознался себя в нем ебли вот единым целым да блин вот просто и создателем и ответственность все вместе все это и создатели наблюдатели играющие даже ты да да целостно да и в каждом человеке ты видишь свое зеркало это благодарен своему зеркалу искренне да именно это восприятие тогда все будет или именно так да абсолютно все это мы каждый человек это мы я я я я я я я я смотри наши рядов и от этого только благодарность каждому 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 да и благодарность всем тем кто с нами работает и благодарность тем тем кто нас учится и благодарность всем тем с кем мы взаимодействуем жизни это невероятно интересно и ты знаешь как очень интересно и двигаться к себе найти себя и чувствовать себя кстати чувствует себя именно чувствую стволы ключевой вопрос у людей которые болеют что они спрашивают как вы себя чувствуете и что они отвечают нормально я где-то там нормально где-то космосе дали то и парю на планеты земля у меня там нормально а как ты чувствуешь как а знаешь почему нормально потому что человек не может внимание в чувство надо да она черная не вычуру не чувствует себя чувство отсутствует потому что у него дома никого нету вот он себя поэтому и не чувствую а как я могу себя хорошо чувствовать когда у меня то-то как я могу себя хорошо чувствовать когда война в украине да вот она это на самом деле это про интеллект это про разум или про их отсутствие на когда я так говорю муж говорит какие вы грубые и невоспитанные по-моему мы очень даже ласковые и пушистые имеем полное право быть искренними и открытыми а